В минувшую пятницу во Дворце культуры открылась общественная приемная полномочного представителя президента Российской Федерации в Ярославской области. Попытка создать своеобразный общественно-политический центр, который бы объединял и представителей различных политических партий, общественных организаций, ветеранских, молодежных коллективов. И вот под те знамена, которые, так сказать, под эгидой президентской именно структуры, вертикали власти, чтобы вот эта работа, так сказать, в позитивном русле объединяла людей, самых разных взглядов и направлений. И помогала власти, местной власти, федеральной власти, президентской власти, помогала вырабатывать оптимальные и адекватные решения, эффективные, главное, решения для того, чтобы, ну, жилось нам всем полегче, прежде всего, жителям. Естественно, какой-то сбор информации, мониторинг, он идет постоянно, но источники информации должны быть разные. И вот этот вариант – это получить информацию от самого населения непосредственно. Это и есть, как бы, та составляющая, тот фактор построения гражданского общества в России, построения самой демократии. Ну, а что касается, значит, нашего города, я считаю, что это очень хорошо. Не только город и село, я уверена, что и селяне сюда будут приезжать, в эту приемную. То, что люди будут, как бы, жаловаться на качество жизни, то, которое есть в провинции, потому что в провинции жизнь на порядок ниже, чем в губернских городах, и на несколько порядков ниже, чем, так сказать, в столице, в Москве или там в Санкт-Петербурге. Поэтому, само по себе, настрой президентской власти, все-таки вот через новый закон о принципах местного самоправления, сближать уровень жизни городского и сельского населения, сближать уровень жизни, качество жизни губернских городов и малых городов. Поэтому вся информация о том, как мы живем, должна быть открыта. И сам президент, и администрация президента обязаны, не просто должны, а обязаны знать, что происходит на местах в чистом виде. Продолжение следует...